Вот говорят, иностранцы нас не понимают. Ну, неудивительно. Представляете, приводим мы вот сюда иностранца и говорим ему «Эй, мэн, хочешь посмотреть на настоящий русский проспект?» Представляете, как он удивится. Между тем, мы не соврем. Мы сейчас находимся посреди самого настоящего городского проспекта. Проспекта космонавтов. В истории Барнаула можно выделить четыре индустриальных волны. Первая связана с серебряным медным производством. Вторая – с постройкой меланжевого комбината. Третья – с военными годами, когда сюда были эвакуированы многие заводы. Тогда был застроен нынешний проспект Калинина. По одну сторону выстроились цеха, по другую – бараки для рабочих. И один из них еще сохранился на улице Карагандинской, напротив проходной Котельного. Сергей Ужакин, краевед, писатель, привел нас сюда, чтобы показать, что тогда считалось достойным рабочим жильем. Система устройства простая. Система коридорная, как у Усоцкого. Один коридор налево-направо, двери – отдельные комнаты. Комната – отдельная семья. К чему это мы, а вот к чему. Едва закончилась война, страна ринулась налаживать промышленность, теперь – мирную. Для Барнаула это и была четвертая волна индустриализации. Новая аллея заводов вытянулась вдоль тогдашнего восьмого заводского проезда. Этот будущий проспект буквально вырос из Калинина, будто передавая эстафету от военного времени мирному. Стали развивать индустриальные гиганты принципиально нового свойства. И первыми здесь были заводы химического производства. Это вот завод химического волокна. И на дальней окраине был построен завод резино-азбестовый. А между ними встали гиганты, такие как комбинат хлопчатобумажный и комбайно-сборочный комбинат, который в последующий стал заводом моторным. Проспектом космонавтов проезд стал в 1963 году. До наступления космической эры улицы Потока назывались в честь героев революции. Эмилии Алексеевой тому пример. Но в 60-х их затмели герои новой научно-технической революции. Вот этот подъем, вот эта революция, которая была совершена, она была совершена при помощи тружеников, в том числе и жителей города Барнула. Произошел переворот сознаний, и две улицы были отданы просто уже под космическую эру. Седьмой заводской проезд был назван проспектом Германа Степана Четитова, а восьмой или девятый проезд заводской был назван проспектом космонавтов. Именно тогда заводское и жилое пространство разделили вот этой парковой зоной, этаким зеленым буфером. Аллея быстро стала популярной среди заводчан и жителей Потока. Сложно себе представить, но когда-то эта аллея была буквально полна жизни. Вот здесь даже видно еще карман, где стояла лавочка. В 70-е годы золотое время этой настоящей парковой зоны. Длина лыжных линий здесь достигала 5 километров. Здесь проводились соревнования, праздники. Это большое пространство, такое удобное в лучшие времена, в 90-е, сыграло дурную роль. Оставшись без присмотра, парк превратился в практически дикий лес, который до сих пор пользуется не самой хорошей репутацией. Тем же временем индустриальная волна тоже пошла на обуви. На месте заводов стали появляться торговые центры, магазины, офисы. Мы спросили местных жителей, тех, кто помнит проспект разным, довольны ли они изменениями. Раньше благоустраивали заводы, относились к территории, к заводам. А на данный момент никто за этим не следит. Магазинов сильно много появилось. То есть ненужных, можно сказать, да. То есть производства не хватает мощности. А вот магазинов действительно много. Половина магазинов, ну и я вот не был даже. Впрочем, от советского времени остались еще, что называется, брызги шампанского. В какой-то момент мы с Сергеем Федоровичем решили по старой памяти найти полукруглый сквер с доской почета. И представьте, нашли его далеко не сразу. Настолько все заросло. Вот, кстати, говорят, Атлантида, Атлантида. Где она, где ее следы? Вот тут сколько прошло? Меньше 20 лет. А уже едва можно найти. И то не поймешь сразу, если не знать, что это такое. Ежедневно около 5-7 тысяч человек проходили мимо вот этого места. Это было ритуальное место такого советского периода, доска почета. В средине естественного образа Ленина и лучшие работники завода. Что ж, можно грустить, можно радоваться тому, что на смену заводам постепенно приходят торговые ряды для кого-то. И это плюс. Но, позволю себе заметить, почему-то вот так в Барнауле было всегда. В свое время на смену сереброплавильному производству пришло купечество. А за ним новый производственный подъем. Придет ли в Барнаул новая промышленная волна? Что ж, время покажет. А на этом мы сегодня заканчиваем наше путешествие. А в следующий раз прогуляемся с вами по проспекту Комсомольскому. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин